Приветствую всех! Меня зовут Архипова Евгения, и на данный момент я профессиональный тренер тренажерного зала, а также персональных и групповых тренировок. Сегодня буду рада познакомить вас с курсом по фитболу. Фитбол – это большой фитнес-мяч для тренировок. Он очень универсальный тренажер и заменяет на практически все тренажеры, которые находятся в тренажерном зале. Более 8 лет я занимаюсь профессиональной деятельностью и уже сама пришла к такому выводу, что систематичные, грамотно простроенные тренировки помогают нам и помогут вам также с моей помощью избежать определенных ошибок, каких-то травм и помочь вам в достижении ваших целей. Этот курс очень уникальный и универсальный. На каждом уроке мы с вами сможем проработать практически все группы мышц с помощью всего одного реквизита. Ну что, приступаем? Рада приветствовать вас в этом уроке. И сегодня у нас будут несколько упражнений, которые помогут нам проработать наши ноги. То есть комплекс из упражнений. Мы сегодня проработаем с вами отдельно ягодицы, мышцы переднего поверхности бедра, заднего поверхности бедра. И все это будет всего с одним реквизитом. Тренировка будет состоять из нескольких упражнений и выполняться они будут в виде круга. То есть вы делаете по определенному количеству каждого упражнения, у вас 3 минуты на отдых и повторяете упражнения все заново. Количество повторений упражнений зависит от вашего уровня подготовки. Если вы чувствуете, что вам этого мало и хочется добавить себе какой-то нагрузки, то можете увеличить количество кругов, например, начать с 3 до 5. Вся ваша тренировка будет укладываться в минут 50, и вам этого будет достаточно. Для того, чтобы начать заниматься с фитболом, сначала вам нужно правильно подобрать к себе по росту для своих тренировок мяч. Мой рост 165 см, и мне подходит мячик по диаметру 65 см. Если, например, ваш рост ниже среднего, до 160 см, то вам рекомендую подобрать мяч, диаметр которого будет 55 см. Если ваш рост, вернее, выше 175 см, то есть выше среднего уже, то рекомендую мячик с диаметром 75 см. Ну что, выбираем мяч и поехали! Для разминки нам понадобится только фитбол, ставим ноги немножечко пошире плеч, старайтесь, чтобы у вас стопы были разведены и направлены в сторону носков. Начнем с вами с наклонов вперед, прямые колени, подтягиваем живот, с прямой спинкой вытягиваем руки вперед, смотрим вниз в одну точку. Достаточно нам будет 8-10 повторений, таз уходит назад. Все упражнения у нас в разминке, они делаются плавно, с правильным дыханием. На выдохе я делаю подъем. Также мы сделаем с вами наклоны в сторону, в правую сторону и можно в левую сторону чередовать. Вперед, в правую сторону и в левую сторону. Хорошо, можно немножечко уже будет переходить на половинку амплитуды для приседаний. То есть мы также продолжаем делать наклон вперед, сгибаем колени, уходим вниз, выпрямляем и вырастаем наверх. Также 8-10 повторений для разогрева суставов. Можете это повторять под музыку, в темпе близком для себя, можно немножечко быстрее, а либо помедленнее, как вам комфортно. И далее мы перейдем на более сложные уже приседания. Также ноги у нас разведены, стопы стоят полностью, носочки у нас вперед не заваливаются. И отдельно разомнем с вами заднюю поверхность бедра, ягодицы, так как у нас будет много упражнений на эти целевые мышцы. Здесь также расположите фитбол так, чтобы вам было удобно на него опираться. Задним коленом, то есть получается впереди у нас стоит правая нога, коленом левой ноги мы практически касаемся пола, опираемся на мяч. 8-10 повторений мы сделаем для разминки на правую ногу. Потянемся вперед для фиксации суставов. Выросли, разворачиваемся. То же самое мы повторим с вами на левую ногу. Также практически у нас касается колено, вырастаем наверх. Ну, все делаем на выдохе. На разминке чувствуете, что немножечко участилось сердцебиение, поднялся пульс. Мы начинаем прогреваться, суставы наши прогреваются. Сделаем наклон и потянулись. Хорошо. Собираем аккуратно ноги. Возьмем перед собой фитбол. Будьте очень аккуратны, осторожны, старайтесь все упражнения выполнять с прямой, спиной ровной. Так, чтобы лопатки были сведены и подтянут живот. Дышать мы стараемся только грудным отделом, чтобы у нас живот и мышцы коры привыкали находиться в тонусе. Переходим к упражнению. После хорошего разогрева мы с вами начнем с первого упражнения. Это у нас классические приседания. Но приседания здесь необычные, потому что мы используем, как я уже сказала, для себя реквизит фитбол. Как подобрать себе фитбол, чтобы правильно выполнять все упражнения, я вам расскажу немножко позже. Это будет в приложении, вы сможете ознакомиться, потому что фитболы имеют разный диаметр. И, соответственно, рост вы его должны себе правильно подобрать, только потом приступать к тренировкам. Ну что, у меня фитбол по моему росту, мне с ним очень комфортно и хорошо. Хорошо. Правильно располагаемся с вами на мяче. Мяч у вас располагается чуть выше ягодиц, так чтобы при приседаниях у нас таз уходил назад, и мячик нам не мешал. На мячик мы облокачиваемся с вами, то есть у нас корпус находится как бы под наклоном. Стопы развернуты немножко в сторону на уровне плечевых суставов, и колени обязательно направлены в сторону носков. Старайтесь, чтобы при приседаниях, при приседаниях, при выполнении упражнений у вас не было сведения коленей вперед, не было разведения и так далее. Мы четко держим их по линии. Куда направлены носки, туда направлены колени. Итак, у нас тренировка выполняется с вами в круговом режиме, поэтому мы каждое упражнение выполняем от 10 до 15 повторений, в зависимости, какой у вас будет уровень подготовки, на сколько вас хватит. Начнем с 10. 10 приседаний, носом делаем вдох вниз и выдох, ртом делаем на подъеме. Вы сразу почувствуете, что здесь нет никакой нагрузки ни на коленные суставы, нет никакой нагрузки на грудной отдел, на поясничный отдел. То есть мячик снимает и полностью позволяет нам проработать целевые мышцы, это именно заднюю поверхность бедра, ягодицы, внутреннюю поверхность бедра. Вдох и выдох. 10-15 повторений. Вдох и выдох. Надеюсь, вы правильно все будете выполнять. Поехали, следующее. Следующее упражнение у нас выпады называется. Для выводов также нам понадобится мячик и стена. Вам нужно правильно расположить сначала свои ноги, тело, корпус, для того, чтобы качественно и грамотно выполнить это упражнение. Смотрите. Передняя нога, на данный момент у меня правая нога спереди находится, она у меня стоит полностью на стопе, центр тяжести я распределяю равномерно. Левая нога находится сзади, передней поверхностью голени от стопы до колена полностью лежит на мяче. Как выглядит самоупражнение? То есть мы опираемся на стену, потянули живот, выпрямили спинку. На вдохе носом мы делаем вдох, это мы не забываем. Мы делаем как бы выпад, присед на одной ноге, вдох, и на выдохе мы делаем подъем. Главное правило, которое вы должны с вами соблюдать при выполнении данного упражнения, это то, чтобы у нас колено не выходило за носок и не отрывалось при этом стопа. То есть для этого нам нужно делать как бы наклон тазом назад. При правильном выполнении упражнения вы сразу почувствуете нагрузку на ягодицу правой ноги и немножечко зажжет бицепс бедра. Это вот у нас сзади от колена до ягодицы. То есть здесь мы тоже делаем 10 повторений для начального уровня и уже до 15 варьируемся в зависимости от вашей подготовки. Итак, повторяю еще разочек. Мы делаем вдох носом и выдох, опираясь на стену. При уже продвинутом уровне и в дальнейшем, когда вы будете выполнять это упражнение, можно попробовать делать его будет без рук. Точно так же упражнение очень классное, оно тренирует наши мышцы-стабилизаторы, особенно коленного сустава, так как колени у нас чаще всего подвержены заболеваниям, потому что мало двигаетесь, много работаете, да, скорее всего в современном мире это распространенный образ жизни. А если у нас суставы не двигаются, они не получают питание. Поэтому тренировки в помощь. Переходим к следующему упражнению. Переходим с вами к следующему упражнению. Оно называется ягодичный мостик. Как я уже повторила, сначала нужно правильно и очень по технике безопасности аккуратно расположиться на мяче, так чтобы вы не доставили себе неудобства, дискомфортно и не навредили, естественно, своей спине прежде всего. Ну что, правильное расположение. Садитесь сначала, сядете полностью, поставив ноги и стопы расположив, так же, как я вам говорила, разведены в сторону на 45 градусов, колени в сторону носочка. В это положение мы сидим. Далее мы таким образом спускаемся вниз, ножки шагают так, чтобы мы запомнили их положение, потом уже не сводили. И спускаемся до такого уровня. Как я уже сказала, мы правильно располагаемся. У нас грудной отдел и шейный отдел полностью лежат на мяче. То есть при выполнении упражнения мы не будем с вами напрягать шею, создавать себе дискомфорт и так далее. Стопы разведены в сторону, колени направлены в сторону носков. И здесь с помощью дыхания мы регулируем свой пульс, частоту сердечных сокращений и начинаем выполнять упражнения. Таз опускаем вниз и на выдохе поднимаем наверх, зажимая ягодицы и втягивая живот. Вдох, выдох, вдох, выдох. Для начала также 10 повторений будет достаточно. Дальше можете уже увеличивать количество повторений в зависимости от уровня подготовки. Переходим к следующему заданию. Переходим к моему любимому упражнению, ленивому упражнению. Будем выполнять его в положении лежа. Нам понадобится мяч. Для начала правильную позицию выбираем. Стопы у нас разведены в стороны, так, чтобы мы смогли коленями зажать наш мячик. Полностью ложимся на спину. Зажимаем мяч. Для сложности упражнения можно сделать оставить его на весу. Если вы еще только начинаете, то тогда оставляем его на полу. Зажимаем мяч коленями. Следим за тем, чтобы мы втянули живот. Пресс у нас напряжен. Полностью все три точки это ягодицы, поясничный отдел, грудной отдел. А у нас прижаты к коврику. Ничего сложного мы не делаем. Мы просто сжимаем мячик и немножечко расслабляем. То есть мы при сжимании напрягаем внутреннюю поверхность бедра. У нас приводящие мышцы бедра. Работает и очень хорошо прорабатываются вот эти наши внутренние бедра. Проблемные места. Такие, которые в простой жизни нигде не работают. И, к сожалению, приобретают такую немножечко вялость. Вот мы их сегодня подтянем. Мы делаем сжимания также на выдохе. На вдохе разжимаем. Работаем только коленями. После... Здесь у нас уже повторение количество зависит от... Также уровня подготовки я советую начать с 50. И увеличивать его постепенно до 100. Поскольку у нас тренировка круговая, перед этим у вас будут еще упражнения на ноги. 50 повторений для начала будет вполне достаточно. Да? Все. Стопы стоят. Полностью прижали корпус. Спинка прижата. И работаем. Смотрим. Наблюдаем за мячом. Смотрим, чтобы он у нас постоянно был как бы в напряжении. Да? Чтобы вы не смогли расслабиться и потерять мяч. Все. 50 повторений. И переходим снова к первому упражнению. Идем снова к первому упражнению. Ну что, вот и закончилась наша тренировка. Я надеюсь, мы классно проработали с вами наши ноги, ягодицы, внутреннюю поверхность бедра, укрепили наши суставы. Советую выполнять эти тренировки сначала в лайтовом режиме, начиная с одного круга, то есть первое упражнение 10 повторений, второе, третье, четвертое, отдых минуты 3. Итак, дальше мы еще раз добавляем круг и еще раз добавляем круг. Количество кругов будете увеличивать уже в зависимости от того, какой нагрузки вам хочется. Выполняем, повторяем, работаем. Увидимся в следующем уроке.